Привет, с вами Motocom и это долгожданный обзор Шина Рейзет 1 2018 года. В Украине он продается с апреля и если кто-то из владельцев захочет поделиться своими впечатлениями, ждем в комментариях. Не будем утомлять всех уже известными деталями, кто еще не знаком с моделью, рекомендуем начать с обзора предыдущей версии. В этом видео мы остановимся только на главных отличиях. Первое, что бросается в глаза – внешние изменения. Во-первых, кардинально изменились расцветки. Теперь доступны матовый графит с золотистыми деталями и новый зеленый перламутр. Именно он у нас и остался для съемок. Во-вторых, поменялся боковой обтекатель. Изменилась форма, улучшено качество пластика, теперь он более пластичный и увеличилось количество точек крепления к раме. Это привело к более жесткой фиксации. В-третьих, изменилась фара. Новый вариант выглядит менее эффектно и оригинально, зато за счет увеличенной площади отражателя лучше светит. Также изменения коснулись подвески. Вилка теперь перевертыш, мягче предыдущий и с чуть большим ходом. А вот задний амортизатор сделали, наоборот, еще жестче, для лучшей стойкости и управляемости. В целом, подвеска хорошо отрабатывает все неровности и небольшие ямы, однако Z1 все еще остается сугубо асфальтным мотоциклом. Если покрыть дорог в ваших краях оставляет желать лучшего, присматривайтесь к другим моделям. На переднем колесе теперь установлено два дисковых тормоза. Насколько нам известно, и один справлялся неплохо, но больше не меньше не помешает. Как минимум это уменьшит износ накладок. Также увеличилась площадь каждого тормозного диска, что улучшило теплоотдачу и практически полностью исключает вариант перегрева. Новым владельцам рекомендуем сначала привыкнуть к мотоциклу на закрытой площадке, а потом уж выбираться в город. Кстати, теперь невозможно завести двигатель при откинутой подножке. К нам обращались любители эффектного запуска стационарно стоящего мотоцикла на включенной передаче. Полученный эффект впечатлял всех зрителей и еще больше самого владельца от грусти и созерцания мотоцикла на боку. Запчасти на него есть в наличии в Украине, но, как и на любом спорте, на Z1 много пластика. Укладываться на бок дороговато. Ну и напоследок еще несколько важных изменений, коснувшихся эргономики. Немного изменился профиль и форма бака. За счет этого при посадке, особенно при резких торможениях, мужчинам можно не опасаться придавить самое дорогое. Обновилась приборка, проводку наконец скрыли за пластиком, увеличили электронный дисплей и изменили тахометр на стрелочный. Днем считывается гораздо легче. Особенно важным нам кажется новая жесткая траверса Z1 и перенос крепления клепонов вверх. Теперь не придется выебать кисть на большой угол на ручке акселератора. Глушитель остался прямоточным, но его окрасили матовой жаростойкой эмалью. Выглядит эффектно. Звучание тоже немного изменилось, попробуем передать его на видео, но лучше послушайте потом еще и вживую. Двигатель, коробка переключения передачи и рамы остались без изменений. Бак на 16 литров, обещанный производителем расход 3-3,5 литра на сотню. Владельцы, кто ведет учет, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой расход получается у вас.